Ежегодно накануне Международного Дня Учителя даугапилские педагоги собираются, чтобы оглянуться на проделанную за год работу. В этом году празднование Дня Учителя было немного иным, чем обычно. Оно проходило на протяжении двух дней. 29 и 30 сентября руководство управления образованием и Дума благодарило всех энтузиастов своего дела и поздравляло педагогов, коллег, представителей администрации, которые самоотверженно выполняли свою работу в условиях чрезвычайной ситуации. Председатель Думы Игорь Прилатов выразил искреннее уважение педагогам, которые выполняют нелегкую и ответственную работу, оперативно реагируют в непредвиденных ситуациях, не только обучают ребят, но и дают им мудрые советы в непростых жизненных ситуациях. Он пожелал всем стойкости, здоровья и благодарных учеников. Важную роль учителя отметил заместитель председателя Янис Духшинский. Огромная заслуха и дошкольникам, и тем педагогам, которые работают в школе, потому что в наших, может, условиях и в тех требованиях, которые сейчас выдвигает Министерство образования, не каждый педагог может справиться так сразу. Да, это дополнительная, конечно, работа идет, да, но то, что мы всегда являлись в нашей школе, всегда в хорошего качества и ученики представляют различных конкурсов. Как наш город, да, и успешно, в принципе, да, поэтому это, конечно, заслуга наших педагогов, да, поэтому огромное им спасибо, терпение, ну и главное, конечно, что крепкое здоровье. За два дня спасибо было сказано 140 раз. Педагогам за успешную организацию и проведение учебного процесса в удаленном режиме, социальным педагогам, учителям и психологам за большой ответственность и самоотверженную работу в процессе обеспечения ребятам теплого питания и оказания поддержки семьям воспитанников во время пандемии, руководителям и директорам учреждений за оперативные действия и вклад в обеспечение учебного процесса в условиях чрезвычайной ситуации. Самое главное, за что мы сегодня хотим сказать спасибо, за то, что все сохраняли спокойствие, за то, что все вместе мы за неделю смогли подготовиться к процессу обучения в удаленном режиме. Все мы получили грандиозный опыт и однозначно могу сказать, что благодаря нашим учителям в сегодняшней ситуации, когда мы должны организовывать обучение удаленно, это происходит намного более качественно. Аплодисменты и пожелания удачи были адресованы 25 молодым учителям, которые привнесли в коллективы новые идеи и силы. Традиционно награждались участники конкурса «Молодой учитель Даугубился-2020». Победительницами с одинаковым количеством баллов в этом году стали учитель латышского языка и литературы 3-й средней школы Любовь Кравцевича и учитель спорта 12-й средней школы Санта-Котталы. В своей работе я использую различные игры, провожу различные соревнования и эстафеты, и мне очень нравится видеть эмоции, которым дети дают волю. Когда я вижу всю эту радость и то, что у ученика что-то получается, силы восстанавливаются и появляется желание работать, стараться привнести что-то новое, чтобы совершенствовать ребят, чтобы они росли и развивались. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даукупинской городской думы.